Привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о повествовании в игре Satisfactory и о том, чего можно ожидать в версии 1.0 в этом аспекте игры. Давным-давно, когда мы начали работать над этой игрой и только-только определили основные элементы игры, на одном из наших первых плейтестов один из отзывов, которые мы получили от игроков, заключался в том, что им не хватало цели, зачем строить все эти фабрики в игре. После этого плейтеста нам стало понятно, что имеет смысл использовать повествование, чтобы связать все вместе и объяснить, почему вы на этой планете и почему создаете все эти фабрики. Будучи в раннем доступе, мы не хотели оставлять сюжет наполовину завершенным в игре, поэтому решили полностью исключить его на время раннего доступа, поэтому вы не видели ничего, кроме всего, что связано с миром, что мы делали в игре и на наших социальных сетях, сайте и так далее. Со временем сюжет игры прошел через множество различных итераций самого разного толка. В какой-то момент повествование стало таким огромным, что мы не были уверены, сможем ли мы реализовать наше видение. И Ханна, которая является нашим ведущим сценаристом, также отвечала за дизайн мира и всякое такое, так что у нее уже было много дел, поэтому мы решили, что хотим стремиться к хорошей истории, которую мы считали бы для нас осуществимой. Мы много раз говорили об этом на стримах и видео в прошлом, но наша цель для повествования в Satisfactory заключается в том, что мы не хотим, чтобы оно выходило на первый план и не хотим, чтобы оно было навязчивым. Мы хотим, чтобы повествование соответствовало текущей игре и не хотим менять то, к чему люди уже привыкли. Satisfactory — это в первую очередь игра про строительство заводов и если вам не важен сюжет, вы, в общем-то, можете его проигнорировать. Как бы это будет разыгрываться перед вами, но вам не обязательно обращать на это внимание. Мы не хотим лишать игрока свободы действий, поэтому не будет никаких кат-сцен или чего-то подобного, что могло бы прервать вас от обычной игры. Так что не ждите какой-либо большой сюжетной кампании или чего-то в этом роде. У игры будет концовка, к которой вы будете стремиться, но она не отвлечет вас от основного игрового процесса. Но и одна из главных причин, почему я делаю это видео, в том, что сюжет в версии 1.0 изменился с момента первоначального замысла. Итак, касательно сюжета, нам нужно, так сказать, переписать почти все из того, что мы вам рассказывали до сих пор. В общем, это все еще тот же мир и все такое. Вы также первопроходец, работающий на Фиксит, но вам, наверное, стоит забыть все, что вы думали о Фиксит или персонажах, работавших на Фиксит, понимаете? Потому что такие персонажи, как Катерина Паркс и Стив, они все были переписаны к этому моменту, да? Но вы все еще будете взаимодействовать с Адой, вашим личным и справочникам, и помощникам. Мы собираемся оставить Аду, потому что... Потому что мы хотим... Мы решили оставить Аду и не будем менять вокалоид, который мы использовали для озвучки Ады, потому что, знаете, вы уже привыкли к этому и нам также кажется классным, что люди могут создавать свои собственные голосовые реплики для, знаете, контента или использовать для модов или там даже стримеры используют чат-бота для озвучки сообщений в реальном времени. Мы всегда думали, что это довольно круто и весело. Так что вы все еще будете взаимодействовать с Адой и на самом деле каждый существующий диалог с Адой в игре был полностью переписан в версии 1.0.0. Если вы планируете играть в Multiplayer Satisfactory, то стоит знать, что любой сюжет, который запускается при разблокировке этапов, фаз или исследований, откроется для всех участников сессии. Но многие другие сюжетные элементы будут запускаться индивидуально по принципу близости. Поэтому, если вы не находитесь рядом с кем-то, когда он запускает что-то, связанное с сюжетом, вы не испытаете это, пока не запустите это сами. Все диалоги в игре будут также записываться в кодекс, так что вы сможете вернуться к ним снова, как только активируете их. Также хочу уточнить одну вещь о сумерслупах и сферах Мерсера. Мы говорили в прошлом, что это сюжетные предметы, они прямо завязаны на сюжет. Это уже не так. Теперь они не сюжетные предметы, однако сбудут в какой-то мере влиять на повествование, но их основное предназначение с этим не связано. Итак, с учетом всего сказанного, я бы хотел уделить минутку в этом видео, чтобы создать основу для повествовательной части игры. В игре Satisfactory вы берете на себя роль первопроходца компании FixEat Incorporated, назначенного на планету Массаж 2АББ в системе Акуча. Чтобы выполнить свои обязательства, вы должны эксплуатировать ресурсы этой планеты для постройки заводов, установки энергосистем, организации логистики, использования транспорта и подчинения местной фауны, используя любые инструменты, которые вы сможете создать. Для продвижения миссии FixEat все ресурсы, технологии или другие значимые явления должны быть изучены независимо от их предполагаемой опасности, как указано в контракте первопроходца. В ваших обязанностях найти им практическое применение. В этой миссии вас сопровождает Ада, ваш личный и справочник, и ассистент. Собрана потенциальная еда. Напоминаю, что только внешний вид и запах не дают достаточной информации для определения точных рисков от употребления. Ада будет направлять вас во время вашей миссии, оценивая ваши действия и предоставляя полезные советы по мере исследования планеты и выполнения заданий. Ваша первая официальная цель – начать проект сборки, построив космический лифт. Проект сборки делится на фазы, каждая из которых требует доставки деталей проекта через космический лифт. Последующие фазы открывают доступ к новым уровням с более продвинутыми технологиями для строительства, автоматизации, исследования и эксплуатации. Но пришло время поговорить начистоту. Этот проект – часть программы спасения. Самого масштабного объединенного предприятия в истории человечества, предназначенного для того, чтобы спасти нас всех. Земля в опасности и вся надежда на выживание только от первопроходцев. Фиксит. Фиксит рассчитывает на вас. Не подведите Фиксит. Ваши волны олывают темные берега. Когда вы пристанете… Прикляните осквернителя. Субтитры создавал DimaTorzok